Выстрелы из электронного оружия звучат непривычно громко. Каждый выстрел отдается эхом в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы, где сегодня школьники Бугучанского района выполняют норматив «Готов к труду и обороне». Как оказалось, стрелять в виртуальном тире не менее интересно, чем в настоящем. Так, я стрелял, где-нибудь на мероприятиях вызывают, в лагере бывало, что стрелял. На сборах, вот на военных мы стреляли, с пневматического. Что-то новенькое мне понравилось, лазерное. Намного легче, чем с пневматического. На дворе 21 век и виртуальный тир уже не дань моде, а вполне себе профессиональный спортивный снаряд, где компьютер может оценить точность попадания намного лучше человека. Да и безопасность повышается в разы. Наш центр тестирования участвовал в конкурсе на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов и испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мы выиграли 500 тысяч и купили на эти средства электронное оружие. Это добровольно, но так как для выпускников предоставляются баллы при ЕГЭ, дети с удовольствием идут, потому что они считают, что это для них необходимо. Но не все школьники решились на выполнение норм ГТО из-за баллов. Для некоторых это просто дело чести – взять золотой значок. Для себя я хочу этот золотой знак. Тем более я занимаюсь спортом, для меня это интересно, поэтому мне это важно. Я все за зону золото, что бег, что прыжки. Я не сдавала лыжи, у меня были соревнования, но я перезам их. Эти ребята уже прошли несколько этапов тестирования. Стрельбы для них в финал выполнения норм ГТО. Все результаты будут отправлены в федеральный центр комплекса ГТО. Там их проверят и присвоят ребятам значки в зависимости от успешности выполнения. Бронзовый, серебряный или золотой. Александр Мажванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны».